Салам алейкум, приветствую всех, здравствуйте. Я тот самый дагестанец, у которого получился инстинент в автобусе. Так вот, я хочу выразиться вкратце по факту. Я сидел в автобусе, открылись двери на мою остановку и быстро закрылись. Я попросил в этот момент машиниста открыть двери. Он еще не тронулся с места, как бы с остановки. Так он быстро, он увидел, что как бы я хочу выйти, он все равно не открыл. Я подошел, он мне начал, типа, да брысь отсюда, короче, типа, чурка, не чурка, туда-сюда. Я ему сказал, ты не мужчина. Он после этого как бы промолчал. И вот люди, которые рядом сидели, они начали, типа, вот вы мусульмане, такие-сякие, в общем формате выражаться. Я после этого начал говорить, вы нацисты, если вы так мусульман ненавидите, то вы нацисты. И я не хотел задеть русских, именно нацию, я хотел именно нацистов задеть, которые не любят мусульман, не любят дагестанцев, кавказцев. Вот в таком формате я выражался. И в данный момент тоже выражаюсь, те, которые люди, которые сидели в автобусе, это были настоящие нацисты. Вот начали оскорблять религию, во-первых, начали оскорблять религию, нацию начали оскорблять, да вы такие кавказцы, вы такие дагестанцы, вы такие мусульмане. После этого я спылил, не лично в мой адрес, а лично в общий адрес было сказано, понимаете? Вот что было сказано. Вот поэтому я спылил. Оскорбляли полным ходом, во всех форматах, вы такие бородатые мусульмане, вы вот такие, все во всех форматах. И в матном формате было сказано. Взрослые люди, 50-60 летние мужики, вы сами подумайте, я и то там смягчился, я и то не подошел, лично я себе не позволил. Я просто в словесном формате, ведь у нас демократическая страна, ведь у нас свобода слова, каждый может выражаться так, как он считает нужным. Так если мою, если религиозное мое смягчающее задевает, почему я должен молчать? Религиозное мое чувство верующих, если задевает, почему должен я молчать? Это тоже статья в отношении них. Я же не хожу, не снимаю на камеру, как они это делают. Если это снимать на телефоне, памяти не хватит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!